Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас четверг, 21 марта 2024 года. Новости у нас будут довольно-таки очень интересные. Давайте-ка мы послушаем. Да, меня. Давайте послушаем, друзья. Большая просьба, послушайте до конца. Да, мучились, разозлил людей, указав, сколько должен зарабатывать мужчина в Латвии. Да, вот такие вот новости. Давайте-ка мы подробнее узнаем, что нам... И кто он такой, мучились? А вот кто? Фитнес-тренер и тиктокер Лаурис Мучулис. О, господи, мучились. Ну ничего, я не буду вырезать, друзья. Пускай будет мучились. Мичулис, да. Тиктокер, фитнес-тренер Лаурис Мучулис вызвал настоящую бурю в социальных сетях. Но зато запомню надолго, друзья, да? Ага. Да, вот пытаясь звук улучшить. Вот эти вот, да, да. Писали мне там комментарии. Одна девушка там... Девушка? Ну, женщина одна писала. Говорит, Сергей, что-то у вас там звук какой-то... Без разницы какой. Ну, понятно, да, друзья? Крайне... Да, в этих сетях. Крайне резко высказавшись о зарплатах мужчин в Латвии. Это передает... Знаете, кто? Это передает 360 ТВ Зынниши. На сайте Тикток он опубликовал видео, в котором заявил, что зарабатывать 2-3 тысячи на руки за 25 лет – это чисто круто. Ну, в кавычках. Чисто круто. Ну, я не буду кавычки ни открывать, ни закрывать. Буду вам передать, как есть. Это чисто круто. Ну, 2-3 тысячи на руки. Скорее всего, в 25 лет. Тут, мне кажется, опечаточка. Ну, 25-летнего мужчине, да? Содержать же на 2 тысячи семью – это бедность. Не-не-не, послушайте, это не все еще. Повторяю. Содержать же на 2 тысячи на руки семью – это бедность. По моему мнению. Ну, это он так думает, да? Или еще лучше, тебе 40 лет. А, ну да, да, все правильно, тут опечатка была. Там 25 лет. Так, за ваше здоровье, друзья. За хорошую зарплату. С наступающей пятницей вас всех. Или еще лучше, тебе 40 лет. Ты на пике своей жизни и зарабатываешь 2 тысячи на руки. Чем ты занимался всю свою жизнь? Вопрос он задает. 18-летние ребята, работая на складах, зарабатывают по 2 тысячи на руки. На складах. Сейчас все ломанутся на склады работать. По-моему, ты неудачник, считает Лаврис. Ну, представляете, не? Не? 2-3 тысячи на складах. Друзья, пишите комментарии. Кому как. Мне, я вот лично, вот мне сейчас 64 будет скоро. А что тут секретного? 2-3 тысячи. Нормально, неплохо. Нормально. Ну, это послушайте дальше. Потом поговорим, да? Это ты неудачник. Господи. Он добавил, что понимает, что до миллиона дотянет не каждый. Да? Но для нормального мужчины не дойти до 5 тысяч в месяц – это немного печально. До 5 тысяч, вы не ослышались. Но это на руки чистыми. Это для него печально. Это немного, он говорит, печально. Если ты 35-летний мужчина и зарабатываешь 2-3 тысячи на руки, и это уже немного странно. Странно для него, понимаете? То есть, 35 лет, старый, скорее всего, еще семью содержать надо. А ты 2 тысячи на руки зарабатываешь. Вопрос он задает. Чем ты занимаешься? Ну, я так понимаю, он имеет в виду, что так мало зарабатываешь. Интересно, сколько же он зарабатывает? Так, хорошо. Подобные заявления удивили и даже оскорбили большое количество подписчиков Митчеллюса. Я его все мучаюсь. Ну, ладно, ничего. Зато запомним. Митчеллюса. Которые указали. И главное, я вижу, что Ира все равно читает мучить. Ну, бывает. Ну, что от деда возьмешь, господи? Кроме анализов, да? Блядь. Ой, не могу. Ой. Кроме получки, говорит. Чего, говорит, с него возьмешь? Кроме получки хлебной карточки. Чего, говорит, отдам? Кроме получки хлебной карточки. Так, ну, это уже другая история, да? Подобные заявления удивили и даже оскорбили большое количество подписчиков Митчеллюса, который указал, что все, что все не так просто, господи, все не так просто для него, понимаете? Митчеллис, однако, вот мы его сейчас прорекламируем. Ну, иди, что я мать. Ну, ладно, нам не жалко, господи. Да забирайте его. Митчеллис, однако, остался на своем. Что все это всего лишь отговорки неудачников. Он не отступает от своего. Это, значит, неудачники, понимаете? Две-три тысячи – это нищеброды для него. Ну, это я сам добавляю. Но я так понял. Эрнест Пулинш Чинис через тире. Как есть, друзья? Как написано? Так читаю. Эрнест Пулинш-Тире Чинис, врач, психотерапевт. Может быть, кто-то знает, подтвердите. Врач-психотерапевт клиники психосоматической медицины и психотерапии РУС прокомментировал высказывание Митчеллиса. Вот его комментарий. Наибольшее влияние инфлюенсеры оказывают на тех людей, у которых не до конца сформировалась собственная позиция и мнение. И если мы думаем, что у нас, у большого количества мужчин заниженная самооценка, то такой инфлюенсер может оказать весьма существенное влияние на их самочувствие. Вы понимаете, о чем речь, да? Они просто расстроятся. Как это так? Это получает 50 тысяч, миллион за месяц. А вы каких-то несчастных 2-3 тысячи. Ну, я так, друзья. Самочувствие их, понимаете? Здесь также важно отметить, что это не вызовет депрессию или тревожные расстройства. Это все это дух тур. Да-да-да. Но это ухудшит самочувствие. То, что человек в какой-то степени уязвим какому-то замечанию, это особенность самого человека. У него низкая самооценка. И такие заявления инфлюенсера этого, ну, инфлюенсера, действительно не помогают создать образ мужчины. Как вам? Да, друзья, давайте вам еще комментарий под этим вот, в этой новости. Я все-таки решил еще комментарий, да-да-да, зачитать. Вот пишет такой-то комментатор. Без разницы. Как? Кто такой? Как его зовут? Без разницы. Но комментарий. Осуждаю существование ТикТока. Но с мнением, что от 1 400 до 2 000, ну, евро, естественно, на данный момент времени, при нынешних ценах, и в дальнейшем именно в таком соотношении, на руки, для одного, он имеет в виду человека, для одного человека, 1 400, 2 000 чистыми на руки, для одного человека. Это просто нормальная жизнь. Без роста, без ничего. От зарплаты до зарплаты. Ну, немножко покопить. Немножко покопить. Все, что ниже, это уже с пропорциональным ростом, понижению значения. То есть, выживание, как хотите, но это так. Понятно. Дальше комментарий. Понятно, что кто-то может быть счастлив и с меньшими потребностями. И не посчитает это выживанием. Но ведь у нас, у всех разные мнения. Не так ли? Вот я полностью с ним согласен. У нас разные мнения. Я вот тоже вас всегда прошу, пишите комментарии. Что вы думаете? Я могу ошибиться. Так вот дальше, если закончить комментарии. А то, что у кого-то бомбануло с этого вашего ТикТока, это это зашквар, пацаны. Вот так вот. Вот такой комментарий. Ну, видимо, тоже из молодежи. Ну, я говорю, у меня молодежь все до 50-55 лет. Ну, да ладно, до 50. Все это молодежь. Ну, 40-летний, скорее всего, это пишет. Извините, друзья, за ваше здоровье. С наступающей пятницей. Да, 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 да. Пишите комментарии. Что ж вы думаете про вот это вот? Я все-таки решил, друзья. Думаю, как интересно. Думаю, у меня заголовок очень вот это вот, знаете, заголовок, что сколько, я даже концовку, я даже вначале не читал фамилию. Мичуриц или мучуриц, без разницы. Без разницы кто? Сколько должен зарабатывать мужчина в Латвии? И почему разозлил людей он? Вот мне вот это вот сильно вот это притянуло, вот это новость. Но в принципе, даже в каком принципе, господи, только так, друзья. Я вот, насколько я понял, две, три тысячи, это надо как минимум чистыми мужчине зарабатывать. Ну, плюс жена еще зарабатывать тоже. Ну, сколько это, друзья, вы сами, я даже вас и не буду ни, ну, в смысле, учить там, или что, или как-то какие-то наставления. Ну, знаем мы все прекрасно. Знаем мы все прекрасно. И вы знаете все прекрасно. Все знают все прекрасно, что женщины получают меньше. Потому что мужчины работают на каких работах? Я, помните, читал, мне писали комментарии, да, ну, я, естественно, ставлю сердечки, но если где-то пропущу сердечки, бывает, что ставлю сердечки, они проскакивают, не ставятся. Бывают такие моменты, что, Сергей, вы не путайте, мужчина всегда получал и раньше получал больше, потому что они на физических тяжелых работах. Я не спорю, не спорю, конечно, я сам всю жизнь отпахал, друзья, на тяжелых работах. Никогда на легкой работе я не работал ни одного дня. Ни одного дня. Профессия сварщика вы знаете, да, электросварщика? Ну, вот и все. Этим все сказано. На тяжелых работах. Работа с металлом. Тут же сам и обвариваешь, сам же шлифуешь, сам же все это снимаешь, подъемников не было. Ой, друзья, я тут не жалюсь, я просто говорю. Ну, для женщин, конечно же, которые возможны, все понимаете, это молодежь ничего, может быть, возможно, не понимает. И то молодежь понимает, но та молодежь не понимает, которые еще, как говорится, не нюхали пороха. Пороха какого? Трудового. Трудового. Да, друзья. И наше поколение, наше поколение, вот мое поколение, ваше поколение, старше, чуть помладше нашего, конечно же, которые прошли службу, ну, вот смотрите, опять вот, вот звенья одной цепи, закаленные, а наши вот родители еще больше закалены были, друзья, еще больше. Просто есть категория людей, и была категория людей, ну, уже их, скорее всего, живых не осталось, которые перенесли сильные, вот эти вот, во время войн, вот эти вот, все эти болезни, ТИФ и так далее. Ой, друзья, конечно, те умерли довольно-таки быстро, но те, кто не перенесли ТИФ, да, закалка у них, я к чему говорю это, друзья? А? Не забыли? Про то, что кто должен зарабатывать, сколько должен зарабатывать мужчина в Латвии? Вот, то силенки, силенок, у кого маловато, маловато, те, кто ищет легкие пути, ну, конечно же, конечно же, они будут зарабатывать мало, ну, значит, они вообще не хотят работать, не есть такая категория людей, это я сейчас свое мнение, друзья, рассказываю, но, но, есть такая категория людей, которые выучиваются, да, учатся, на кого-то, и куда они попадают, куда они идут, ну, естественно, попадают они в офис, в офис, там, начальником проекта, или еще чего-то там, ну, в общем, вы понимаете, друзья, да, о чем речь, они тоже, ну, тоже я вам не скажу, что сильно много, ну, тоже, я думаю, сейчас они 2-3 тысячи тоже получают, ну, как этот, мы мучились, мучились, 5 тысяч там, и по миллиону что-то, он там заикнулся, я так его понял, ну, 2-3 тысячи, да, у нас вот сейчас сварщики, я знаю прекрасно, сколько они зарабатывают, знаю, знаю, за тысячу, чуть-чуть за тысячу переваливают, вот кто, вот ТИГ, вот кто понимает, тот понимает, да, ТИГ, сварка, приветствую, и так далее, там зарабатывают, там столько-то, столько-то, ну, в среднем, ну, сколько, 1300-1500 на руки вы зарабатываете, пишите комментарии, друзья, ну, 2-3 тысячи, чтобы заработать, сварщиком, он должен жить там постоянно на заводе, и даже не выходить с завода, не пить, не есть, и в туалет еще ходить по расписанию, да, а что вы хотите, ну, 3 тысячи попробуйте, заработайте, у нас, я говорю, в Латвии, я говорю только про Латвию сейчас, потому что заголовок какой, еще раз повторяю, сколько должен зарабатывать мужчина в Латвии, и почему же разозлил он этим людей, вот этой цифры назвал, я так понял, что у нас зарабатывать намного меньше, это он, видимо, где-то там что-то, где он там работает, чего он там работает, пишите комментарии, друзья, я буду заканчивать, комментарии вам тоже один предпочитал, только один комментарий был, друзья, поставьте лайк под видео, да, про комментарии я вас попросил уже, поделитесь в социальных сетях, подпишитесь на наш канал, большая просьба, да, подпишитесь, это будет огромнейшая поддержка, нашего канала, желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами, так я вот к чему говорил, друзья, старшее поколение, да, закаленные, были, работали много, тяжело работали, на тяжелых работах, ели, не то, что сейчас едим, нет, не то, что, бананы, или какие-то там, чего-то до такого не было, ни джинс, ни банана, вот о чему я говорил, люди, закаления намного были, выносливее просто, даже наше поколение, вот кто служил, почему я вот говорю, я решил договорить вам все-таки, да, закалка тоже была, конкретнейшая, я говорю, сам отпахал, на конвейере, господи, молодой, 15, хоть бы что, не было такой усталости, ну, так чуть-чуть пропотеешь, друзья, ну да, конечно, особенно летом, да, ничего, бегаешь, только успевал, успевал бегать, воду пить, да, 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 всем привет, еще раз, рафовцам привет, завод микроавтобусов, раф, да и не болели мы так, друзья, ну, немножко так спинку прихватит, ну, иногда так простынешь, ай, господи, таблеточку, хоп, и дальше побежал, работать, конечно же, работать, естественно, да, кузов обваривать, а ждать не бригада не будет, и вообще участок не будет ждать, нет, а зачем, там таких людей не держали, не, сразу вычисляли, лунь ты или не лунь, да, ну, таких мам, были, были, друзья, конечно, были, ну, от таких старались избавляться сразу же, видно было, ты не потянешь, все, а сейчас, друзья, таких луней сплошь и рядом, вот и к чему клоню, хоть так и не могу с вами распрощаться, лунь на луне, и лунем погоняет, да, если ошибаюсь, поправьте меня, я имею ввиду молодежь, не хотят физически работать, им деньги подавай сразу, подавай деньги, я не спорю, желание хорошее, но, чтобы заработать 2-3 тысячи, ну, извините, я не знаю, друзья, я уже свое мнение сказал, и хоть еще раз повторяю, и заново, напишите, сварщики, и приближенные к сварщикам, кто там рядом со сваркой работает, подскажите мне, пожалуйста, сколько вы сейчас зарабатываете, в среднем, за 8 часов, не надо мне писать, преувеличивать, 10-12 часов вы зарабатываете, нет, в среднем, за 8 часов, не надо мне, это переработка, переработка, извините за выражение, как я всегда, в гробу ее видать, перерабатывались, вот так вот, хватает, друзья, да, а почему перерабатывали, а, догадайтесь, почему, я про себя сейчас говорю, было дело, конечно, я и не отказываюсь, перерабатывали, ну, конечно же, мало было денег, мало, платили, мало, особенно по началу, 90-е, вот конец 90-х, начало 2000-х годов, да, ну, вот с переработкой, да, с переработкой, по 200 часов, по 250 перерабатывали, вот к чему я клоню, и то мы зарабатывали, ну, сколько, 600 лад, 600-700 лад, так там жили почти мы, мы к пяти часам приезжали, пять часов начинали работать, это в первую смену, ладно, друзья, как-нибудь поговорим, но тут коснулось про зарплату, и вот меня Остапа понесло, но меня не Остап зовут, нет, меня зовут Сергей, Сережа, Сергей, Сергей Николаевич, да, друзья, ну, я просто говорю, чтоб знали, как моего папу звали, Царство Небесное, вот тот закаленный был, это вообще не знаю, друзья, ой, нет, это я знаю, он одной рукой себя, мог спокойно подтягивать, одной рукой, одной рукой, он такой коренастый был, скажут, Сергей, и что вы рассказываете, так здесь про мужчин заговорили, про заработки, да, на турнике, одной рукой себя вот так вот подтягивает, я, блин, двумя руками еле-еле мог, и то, ну, тут стремился, да, конечно же, попробовал одной рукой, кого, но он, он меньше даже меня еще рост, видите, я какой, кто меня знает, кто меня видел, всем большущий привет, да, какого роста, одни в Риге встречаемся, а не, не, и в Риге тоже, да, здесь, в Елгайе, в магазине, да, без разницы, каком магазине, по-моему, в Римчике, а они меня ищут по верхам, а тут такой выходит, а мы думали, вы такой, говорит, под два метра, но там шутят, а это не могу, ну, я про турник говорю, да, мой отец родной подтягивал себя спокойно, и мог даже вот несколько раз, раз вот так вот, но, до каких-то лет, он лет до сорока примерно еще мог, но потом, конечно же, уже годы, ну, угнаться я за ним, бегом, вот мы, он любитель бегать тоже, он и на лыжах ходил, ой, господи, он в отпуск, когда служил в армии, три раза в отпуск сдавали ему за лыжи, да, он занимал места, он обходил, говорит, я, говорит, двухметровых этих, он шлангами их называл, ну, господи, ну, кто повыше его, на две головы, на три головы, говорит, я их обхожу, они все выдыхаются, а, я как шел, так и шел, все, вот так вот, друзья, да, выносливый, это я про поколение заговорил, но это поколение сороковых, пятидесятых годов, когда молодые они были, да, а так он, он 1931 года рождения, 1931 года рождения, в 2002 году его не стало, да, что-то так навеяло памяти, друзья, да, лежит здесь на кладбище Берзу, и мама моя, и папа, вместе, рядышком, друзья, ну, чтобы не было вопросов больше, а то некоторые там, некоторые достают по чуть-чуть, по чуть-чуть иногда, особенно вот в этих маленьких шортиках, вот этих видео, в больших видео все, уже такие, у нас контингент такой собрался, ну, наши зрители, подписчики, здравомыслящие все, спасибо, спасибо вам большое, друзья, ну, да, в этом, хотел сказать, тиктоке, шорти, ну, шорти, для чего делать, я не буду объяснять, сами поймите правильно, друзья, может, они у вас выскакивают, они у вас точно выскакивают, да, конечно же, друзья, да, ну, а кто, я никого никогда не просил, и не прошу себя, меня, или там наш канал рекламировать, никогда в жизни я никого, никому не навязывался, я сам тяну свои лямки, сам, вот мы, Наташей, с моей женой, ездим, куда ездим, вот обзорчики свои делаем, сад огород, кстати, скоро начнем, уже цветочки пошли, Анютины глазки первые, да, друзья, скоро начнется, тепло, и тогда опять увидите все, ну, сейчас в холод не хочется выходить, сами понимаете, да, вот, друзья, буду заканчивать, а то, Остапа понесло, спасибо большое вам, друзья, желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами, во, во как, мы узнали, сколько должен зарабатывать, зато узнали, мужчина в Латвии, всего вам доброго, до следующих видео, спасибо, друзья, спасибо, Продолжение следует...